Санкт-Петербург Для нас особое событие и в Санкт-Петербурге, и в Русско-Православной Церкви, потому что это здание Священного Синода, вновь открывшееся, и, конечно, для нас особая радость, потому что вновь возобновилось благослужение в этом храме, отцев семи Вселенских Соборов. Поэтому, почему название этого храма, я думаю, что, наверное, любой православный человек понимает о том, что благодаря именно тем соборам, которым мы сегодня празднуем, и отцам этих соборов, мы имеем и символы Евры, мы имеем и почитание икон, мы имеем и те правила, те каноны, которые дают нам возможность и жить, и, наверное, дают нам возможность чувствовать себя в этом мире более легко. И по отношению к государству, и по отношению друг к другу. И, конечно, основа закона, закон о любви Богу и ближней, но есть, конечно, есть те правила, есть те моменты и богослужения, и молитвы, и тех моментах нашей церковной жизни, когда, благодаря и святым отцам, мы имеем возможность сегодня тот великий дар, та сокровочница и литературы, и канонов, и песнопений, и всего богослужения, в котором сегодня мы участвуем, как люди православные, как священные служители. Петр I, учреждая коллегиальную форму управления для различных областей государственной жизни, решил создать для высшего управления церковью духовную коллегию. Согласно духовному регламенту, в русской церкви по единоличной воле монарха упразднялось патриаршество. После патриарха Адриана на долгие времена прервалось патриаршество на Руси. Император сам объявил себя верховным судьей, видя в синоде проводника своей правильной власти. Это было явным расхождением с основами канонического права, прежде всего с правилом святых апостолов, в котором прямо говорится, что епископам всякого народа подобает знать и первого из них, и признавать его яко главу. Это апостольское правило многократно подтверждалось вселенскими и поместными соборами. Торжественное открытие духовной коллегии, которое получило номинование Святейшего Правительствующего Синода, состоялось в феврале 1721 года. Начиная с Петровских реформ, высшее церковное управление осуществлялось под контролем светской власти, что, конечно, нанесло немалый ущерб церкви и народу. Здание Сената и Синода на Сенатской площади было возведено в первую половину XIX века по проекту архитектора Карла Росси. По завершению строительства этого величественного здания Синода в 1834 году в нем был освящен храм на втором этаже в честь святых отцов Семи Вселенских соборов. Здесь первоначально был Синод, и каждый епископ дореволюционный здесь избирался в этом здании. И мы знаем очень много святителей, угодников Божьих, новомучеников российских, которые проходили и были здесь, и было у них здесь наречения его епископов. И, конечно, и назначение было и Иерусалим, и на Афон, и те места, которые подчинялись Русской Православной Церкви за рубежом, благодаря через это здание выходили указы Синода, где подпился император. Конечно, для нас это великая радость, что возобновилось благослужение в этом храме. Мы радуемся о том, что здесь приходят Синоды, тоже та частичка, наверное, жизни, духовной жизни, когда мы видим и святейшего патриарха Кирилла, и мы видим священную Синоду, и когда принимаются какие-то решения, конечно, мы чувствуем себя сопричастниками и участниками той частички жизни Русской Православной Церкви. Нововведенная Петровская коллегия явилась ударом по привычному в Православной Церкви началу соборности в церковном управлении. На протяжении всего Синодального периода церковная реформа императора Петра отрицательно воспринималась в широких церковных кругах. Иерархи Церкви считали патриаршество необходимой и лучшей формой высшего церковного управления Русской Церкви. В ноябре 1917 года Синод был закрыт, храм разрушен. Божьим промыслом в тяжкие годы гонения и богоборчества было возрождено патриаршество в России, и жребий пал на святителя Тихона. Всероссийские патриархи всегда решали принципиальные вопросы церковного устройства и управления совместно с Освященным Собором, состоявшим из всех архиереев Русской Церкви, а порой и других представителей духовенства. Пережив тяжкие небывалые испытания в XX веке, Русская Православная Церковь стала возрождаться. Восеял крест и на куполе храма исторического здания Синода. Благодаря возрождению всех лучших традиций восстанавливается и это Синодальное здание, Синодальное учреждение, и вы первые начали возвращать его к жизни. И очень надеюсь, что это еще принесет радость нашему российскому народу, особенно гражданам северной столицы. И люди будут сюда приходить уже не как смотреть, как на музей, а будут приходить как источнику духовности, как источнику законодательства, правильного христианского и святого законодательства. До недавнего времени в помещениях Синода располагался Российский государственный исторический архив. Ныне восстановлен зал, в котором проходили заседания Синода, возрожден к жизни и храм Святых Отцов Семи Вселенских Соборов. Его воссоздавали по сохранившимся архивным данным. Священный Синод, возглавляемый Святейшим Патриархом, осуществляет центральную законодательную, исполнительную и судебную власть в период между поместными и архиерейскими соборами. После реконструкции бывшего здания Синода в нем разместились президентская библиотека имени Бориса Ельцина, патриаршие покои, апартаменты главы государства, зал общего присутствия для встреч светской и духовной власти. В день рождения Санкт-Петербурга, 27 мая 2009 года, все эти помещения были торжественно открыты. Святейший Патриарх Московский в Сеярусе Кирилл совершил освящение Домовой Церкви, Патриарших Покоев и Залу Священного Синода. Тогда впервые в здании Синода Патриарх председательствовал на сессии Священного Синода Русской Православной Церкви. Священного Синода Русской Православной Церкви Блицезрея эту возрожденную из небытия, возвращенную к жизни красоту, возблагодарим Господа за великие и дивные дела Его. Дай Бог, чтобы синодальная деятельность, осуществляемая под этими историческими сводами, приносила несомненное благо народу нашему, Церкви нашей, содействовала процветанию всех народов и стран, входящих в каноническую ограду Русской Православной Церкви. Я прошу Господа, чтобы Он благословил страну нашу, властей и я, Церковь нашу, дабы тихое и безмолвное житие мы могли припровождать во всяком благочестии и чистоте. Сегодня уже стало традиционным проведением Священного Синода Русской Православной Церкви в Северной столице, в здании, где синод размещался до революции 1917 года. Конечно, мы имеем такую радость видеть и тех митрополитов, и тех архиепископов, и епископов, кто сюда приезжает на заседание Священного Синода. Мы понимаем, что сюда собирается вся полнота Церкви, и, конечно, ну, наверное, вот та радость наша выражается, наверное, ну, наша молитва, мы всегда переживаем. Поэтому я думаю, что, конечно, те решения, которые Священный Синод дает и утверждает для жизни русской православной церкви, для жизни, ну, наверное, тех приходов, которые находятся и в России за ревизом, и, наверное, тех людей, кто наблюдается в тех иных вопросах для духовного мира и внутреннего совершенства нашей жизни. Возрожденный храм Святых Отцов Семи Вселенских Соборов в здании Синода радует сердца православных верующих. Пусть храм и невелик по размерам, но он открыт для полноценной богослужебной жизни. В нем возносятся молитвы, совершаются таинства. Приход храма небольшой. Он состоит из людей, работающих не только в здании Синода. Ведь в Церкви, как в сообществе людей во Христе, все нужны и все важны. И эта домовая церковь способствует собиранию и единению людей, сохранению православной веры, обретению вдохновения и радости жизни. Сегодня такое историческое событие, что у нас сегодня была возможность прийти крестным входом. И так к нам очень лояльно все отнеслись. Это тоже какая-то ступенька, наверное, к желанию тех сотрудников, которые здесь трудятся, чтобы они почувствовали, что мы тоже веримся частью общества православного. И они тоже вместе с нами. Это тоже очень важно. Поэтому, конечно, и кто здесь трудится, они имеют возможность и причаститься, имеют возможность прийти в храм. То есть каждый здесь открыт этот храм, имеют возможность и помолиться, почувствовать себя той частью церкви, той частью, наверное, верующих людей. Когда человек, наверное, не все имеют такую возможность, где они трудятся, зайти в храм и почувствовать себя вот перед Богом, лицом к лицу. Это тоже очень важно для домоверующих. И, конечно, надеюсь, что многие крещеные, многие верующие в этом здании, и надеюсь, что они будут знать, знать, что у них есть храм, есть возможность прийти в этот храм и помолиться. Слава Тихо, Господи, Слава Тихо, Господи русских, Слава Тихо, Мальчику и ул Sand Продолжение следует...